В этом году исправительной колонии номер 10 УФСИН России по Тверской области исполнилось 60 лет. Всё началось в далёком 1936-м. На заброшенном пустыре около железной дороги в направлении посёлка Васильевский мох зародилась артель. Появились здания конторы, клубы, столовой. Завершилось строительство артельного цеха по выпуску метизов. С годами артель технически оснащалась, крепла её финансовая база, продолжалась работа и в годы Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. В августе 1961-го приказом Министерства внутренних дел на базе завода метиз создается собственная исправительная трудовая колония строгого режима на 700 мест для содержания осуждённых мужчин. В целях правильного размещения заключённых по видам режима и их трудового использования, так сказано в приказе. В производственной профиле открывшейся колонии определила база – завод метиз. История колонии насчитывает 16 руководителей. Каждый из них внёс свой неоценимый вклад в историю развития учреждения. Сейчас колонией руководит подполковник внутренней службы Игорь Владимирович Подейко. Он назначен на эту должность в феврале 2020 года. Я 16-й руководитель по списку. Прибыл сюда с Академии Вселенной России с 2005 года и с должности старшего мастера. По сей день уже 16-й год. Сейчас в АВК-10 трудятся 184 аттестованных и 84 вольно-наёмных сотрудников. Лимит наполнения учреждения составляет 1212 человек. В январе 2007 года промышленное предприятие исправительной колонии реформировано. Создан Центр трудовой адаптации осуждённых. Профессиональным училищем учреждения ведётся обучение спецконтингента профессиям, востребованным на рынке труда Тверской области. На территории учреждения находится 54-е училище. И, в принципе, мы с директором училища в очень плотном контакте по образованию осуждённых. Вместе подготовим списки, какого необходимо обучить, профессии, которым обучить необходимо, то, что мы, в принципе, проговариваем все. Ну и на следующий учебный год мы уже, в принципе, составили план образования. Производство на территории колонии работает в две смены. Основная деятельность Центра трудовой адаптации осуждённых – металлообработка. В эти дни колония располагает 24 производственными участками на 23 тысячах квадратных метров. Направления деятельности самые разнообразные. Уже упомянутая металлообработка – лёгкая и обувная промышленность. Осуждённые шьют летние и утеплённые костюмы, комбинированные ботинки, изделия из кожи, сумки. Когда производство работает, идёт получение прибыли, и прибыль осваивается здесь на нужды учреждения, на улучшение базы учреждения. За последние пять лет здесь действительно изменилось многое. Можно сказать, сделан качественный скачок по улучшению условий отбывания наказания осуждёнными и несения службы личным составом. Отремонтированы производственные помещения, здания клуба, библиотека, школа, ПТУ, банно-прачечный комбинат, магазин для осуждённых. В отрядах чисто, светло и комфортно. Территория жилой зоны украшена цветниками и фонтанами. Иные задаются вопросом, зачем осуждённым такая красота? Наша цель перевоспитать осуждённого не то, что он отбыл свой срок, выпустить. Наша цель дать ему профессию, вернуть его к социальной жизни, к социальной сфере, чтобы он не потерял социальные связи, получил какие-то определённые навыки, привык работать, а не бесцельно проводить своё время. Поэтому создаются нормальные, достойные условия, чтобы осужденные видели, к чему нужно стремиться. Потому что многие осуждённые, ну не секрет, приходят и в условиях антисанитарных, дома у них находятся. Многие из них здесь видят этот быт впервые в таком состоянии. И показываем, к чему нужно стремиться на свободе, соответственно, что можно жить достойно и не нарушать закон.